В большинстве российских психоневрологических учреждениях нарушаются права пациентов, а условия их пребывания, лечения и питания не соответствуют нормам. Таковы данные проверок, которые прошли во всех российских регионах. Почему закон, который регулирует эту сферу, не справляется с существующими проблемами? Как навести порядок в организации психиатрической помощи и защитить права больных граждан? Об этом я буду говорить сегодня с членом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ириной Рукавишниковой, а также с президентом Гражданской комиссии по правам человека Татьяной Мальчиковой. Уважаемые гости, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Здравствуйте, Ирина Валерьевна. Здравствуйте, Татьяна. Чуть позже с нами на связь выйдет Лидия Филимонова, которая готова поделиться своей историей о том, как и почему она провела 8 месяцев в психиатрической больнице, будучи здоровым человеком. А также к нам присоединится психиатр-нарколог, бывший заведующий отделением реабилитации наркологической больницы города Москвы Александр Данилев. Это программа «Крупным планом». Я ее ведущая Светлана Мизна. Татьяна, часто ли к вам за помощью обращаются те, кто так или иначе столкнулся с проблемами, с нарушением прав при обращении за психиатрической помощью и от чего прежде всего просят защитить? Ну, если говорить о статистике, это несколько десятков обращений каждую неделю. Соответственно, мы работаем с 99-го года официально, и это огромное количество случаев, о которых нам сообщают. Люди жалуются о незаконной госпитализации, о невозможности выйти из психиатрического учреждения, о невозможности защитить свои права, если они находятся внутри, невозможность участвовать в судах, подавать апелляции на судебные решения, о которых они даже иногда не знают. Не говоря уже о том, что человеку очень просто можно лишить дееспособности в психиатрической больнице, и он прямиком оттуда отправляется в психоневрологический интернат. И он не может оттуда выйти, потому что это пожизненно. И эта ситуация превращается в такие обстоятельства, что по факту любой человек может поместиться в психиатрическую больницу по оговору, по какому-то злому умыслу. Очень легко, на основании решения одного психиатра или комиссии, и практически невозможно оттуда выйти. Даже если человек по собственной воле попал в психиатрическую больницу, мы просто знаем такие случаи, практически невозможно, чтобы он оттуда вышел сразу же, если он захотел выйти. То есть у людей нет прав. Сейчас сенаторы предлагают скорректировать действующий закон о психиатрической помощи. На ваш взгляд, нужно ли это делать, и изменит ли он ту ситуацию, о которой вы сейчас рассказали? Да, необходимо носить поправки не только в этот закон, у нас еще есть КАС, Кодекс административного судопроизводства. Но мы говорим о том, что человек не может подавать в суд, не может защищать свои права, к нему нет доступа адвокатов, юристов, представителей. Он не может оформить доверенность, он не может знакомиться с медицинской документацией своей. И это все нужно менять. Есть еще ряд других вещей, я сейчас не буду подробно говорить, но это все нужно менять, чтобы у людей были права. Тем не менее, когда мы раскрыли текст действующего закона 1992 года, кажется, там все это прописано, что и права должны соблюдаться, и помощь своевременной оказываться. Ирина Валерьевна, почему складывается так ситуация, что этот закон не работает? Согласна с вами, что в действующем законодательстве достаточно механизмов для того, чтобы защитить человека, находящегося на лечении в психоневрологическом диспансере или состоящем на учете. Достаточно механизмов для того, чтобы защитить его права. Права каждого из нас. Потому что, действительно, это очень серьезная проблема, и никто из нас не может быть гарантирован, что когда-нибудь не окажемся по ту сторону. В частности, то, о чем Татьяна говорила, о том, что выносятся судебные решения о лишении недееспособности, о применении мер принудительного характера для лечения того или иного пациента, без присутствия этого пациента в зале суда. То есть, фактически, судьи заочно выносят решение, основываясь на заключениях врачей, может быть, это действительно единственный врач, либо консилиум того учреждения, где уже находится или уже содержится физическое лицо. Ну, с одной стороны, у нас нет оснований не доверять, в общем-то, профессионализму врачей, а с другой стороны, есть большой риск нарушения и злоупотребления со стороны, в том числе, медицинских учреждений, потому что находящееся лицо, находящееся на их содержании, естественно, лишается дееспособности, и все права переходят, представлять его интересы во мне, переходят к этому лечебному учреждению. Более того, лечебное учреждение становится получателем пенсии, пособий и распоряжается по собственному усмотрению, естественно, в интересах этого лица, но здесь возможность злоупотребления. Поэтому мы решили промониторить и судебную практику, и правоприменительную практику, прежде всего на предмет соответствия действующим нормам Кодекса об административном судопроизводстве, когда каждое решение о лишении дееспособности или о применении мер принудительного медицинского характера должно выноситься в присутствии того лица, о котором идет речь. Если такой возможности нет физически, потому что разные состояния могут быть у человека, то на этот случай тоже есть норма, которая предусматривает выездной характер судебного заседания и проведение его в медицинском учреждении. Вот на сегодняшний день для нас практика проведения выездных заседаний, она пока закрыта. То есть мы хотим поднять статистику и увидеть на самом деле, как обстоят дела, но это уже дело ближайшего будущего. Мы очень подробно этим вопросами занимаемся. Но для того, чтобы лучше представить себе, с какими вопиющими нарушениями можно столкнуться, например, как можно оказаться в психиатрической больнице, будучи здоровым, я предлагаю выслушать историю Лидии Владимировны Филимоновой. Лидия Владимировна, здравствуйте, мы рады вас видеть. Расскажите, как вы оказались в психиатрической больнице? Светлана, здравствуйте. Я Филимонов Лидия Владимировна. 14 декабря 2018 года я находилась дома одна. Я услышала такие стуки в дверь, что пытаются выломать дверь. Я подошла к двери и спросила, что вы не ломайте дверь, я вам открою. Я открыла дверь, там в дверях вошли в квартиру два здоровых мужчины. И попросили меня пройти в скорую, померить давление. Я вышла полуголая, в чем была дома. И в результате вошла в скорую, и они меня усадили и уже не дали оттуда выйти. Но в итоге вы согласились поехать в больницу и родственникам сообщили, что вас забирают? Нет, забрали меня в недобровольном порядке, без всякого согласия. Никто об этом не знал. Хотя ни дочь, ни внучка, ни сестры не знали об этом. А когда вы оказались в больнице, как проходила беседа с врачом? А беседа с врачом, вот он меня, например, позвал и спросил, к себе в кабинет позвал заведующий, спросил, говорит, как вы считаете себя? Вы здоровый человек? Я говорю, да, я совершенно адекватный, здоровый человек. Он говорит, вы не понимаете, вы очень серьезно больная, вас нужно лечить. И поэтому мы вам продлеваем лечение еще. От приема лекарств, которые вам прописали, вы отказались? Ну, вы знаете, я делала это как бы незаметно, не знаю, замечали, они там нет. Но я ни одной таблетки не принимала, потому что я видела, что происходит с людьми, которые там принимают все эти таблетки. И что с каждым днем никакого улучшения ни у кого не было. Ну, к счастью, самое страшное уже позади. Расскажите, кто вам помог выйти из психиатрической больницы? Ну, вот эта ситуация разрешилась. Конечно, мне помогли, как они называются-то, гражданская комиссия. Вот они очень помогли. Благодаря им и вот моей сестре, ну, дочь меньше, конечно. Все в основном сестра и вот гражданская комиссия. Благодаря им я, в общем, на свободе. И помогла, конечно, Институт Сербского, то, что я там находилась. И они сказали, что этот диагноз поставлен неправильно, что поставили в психиатрической больнице. Что такого нет. Ну, последний вопрос. С чем можно сравнить то время, которое вы провели в стенах больницы? Ой, вы знаете, я вообще считаю, что это у меня было прям, знаете, как тюремное заключение. То, что этот срок я там находилась. Потому что там было это просто ужасно. Все это вот. Я никогда не думала, что такое у нас может вообще твориться в больнице. Спасибо, что согласились поделиться этой шокирующей историей. Татьяна, во-первых, я хочу вас поблагодарить. Я знаю, что именно вы оказывали помощь нашей героине. Как часто такое происходит? Шокирует, конечно, больше всего то, о чем вот Ирина Валерьевна говорила, что каждый из нас, по сути, может оказаться вот таким образом, например, по звонку соседки, как это было сейчас нашей героине в психиатрической клинике. И что это? Оборотная сторона вот той статьи действующего закона о недобровольной госпитализации? Я не могу сказать, что это оборотная статья. Я могу сказать, что действительно очень просто по наговору. Вот в данном случае Лидия Владимировна попала по наговору соседа. То есть никто не проверял факты, не было никакого объективного судебного слушания, чтобы рассматривали стороны, чтобы были свидетели, понимаете? То есть мы за то, что мы живем в правовом государстве. Здесь должно реализовываться право любого человека защищать себя и приводить доказательства, что он не совершал того, что ему вменяют. В данном случае ее обвинили в куче вещей, которых она не делала. И ладно бы ее просто обвинили и отпустили, понимаете? Ее задержали и держали там 8 месяцев. И по факту с ней обращались, и не только с ней. Я считаю, что с людьми, которые находятся в психиатрической больнице, обращаются хуже, чем в тюрьмах, потому что из тюрьмы человек выходит через определенный срок, либо по УДО. Но человек, попавший в психиатрическую больницу, он может там быть год, два, три или прямиком в психоневрологический интернат. То есть, представляете, человек просто по оговору попадает в психушку и потом пожизненно находится в стенах психиатрического учреждения. Его там колют, его принуждают делать какие-то вещи или не делать чего-то, понимаете? То есть по факту он перестает быть личностью, перестает иметь права, просто потому что он кому-то не угоден, понимаете? И даже если, давайте мы будем говорить о том, что да, есть люди с проблемами, существуют действительно какие-то вещи, которые человеку надо улаживать, но это не место в психиатрической больнице, где действительно им помогают. Вот о чем мы говорим. Ирина Валерьевна, ну действительно, как менять вот эту страшную, по-настоящему страшную ситуацию? Потому что если мы говорим о действии закона, опять же, есть статья 29 о недобровольной госпитализации. Там четко прописано в действующем законе, что человек должен быть признан опасным для общества, например, для того, чтобы его так взяли, забрали и увезли в психиатрическую больницу. На деле по-другому происходит. Да, конечно, должен работать механизм защиты прав каждого человека, каждого гражданина. Для этого, я как уже сказала, механизм этот создан, он в принципе эффективный. Но мы здесь говорим о том, что это очень сложная проблема и комплексная проблема. И не зря все-таки здесь не только речь идет о правовых нормах, здесь еще и необходимы медицинские стандарты. Потому что когда мы эту проблему обсуждали, мы приглашали и профессиональных медиков, которые тоже делились с нами соответствующими проблемами. Есть и оборотная сторона. Да, это действительно ужасный случай, вопиющий. Но он не единичный? К сожалению, он не единичный, но есть и другие случаи, когда из психиатрических лечебниц выходят люди, казалось бы, уже с стабилизированной психикой, с нормальным поведением адаптивным каким-то, и на следующий день происходит страшное преступление. Потому что врач то ли не досмотрел, то ли неправильно поставил диагноз. И мы знаем обратную ситуацию, когда врачей привлекают к ответственности за то, что раньше времени не долечили и так далее. Это очень сложная проблема. Потому что очень сложная грань, о которой мы говорим. Но я бы хотела сказать еще о том, что помимо тех судебных заседаний, которые, конечно, должны соответствовать закону, необходимо, на мой взгляд, создавать службу по типу службы ОНК, которая действует в пенитенциарной системе, служба наблюдения за состоянием, служба представления интересов тех людей, которые находятся на лечении, безусловно. А также надо совершенствовать практику оказания правовой помощи. Я напомню, что действует у нас федеральный закон о бесплатной правовой помощи, где в числе обязательных случаев оказания такой помощи как раз вопросы лишения недееспособности, ограничения недееспособности, вернее, лишения недееспособности, ограничения недееспособности с обязательным участием адвоката. А вот вы сказали, что необходимо создавать новую службу, которая будет защищать права больных с такими диагнозами. Но, опять же, возвращаясь к тексту закона существующего, там есть статья 38, такой прямо текст о том, что создается в России служба, которая будет помогать защищать права больных. Она была создана, вам что-то о ней известно? Она не была, нет, она не создана по настоящее время с момента принятия закона. То есть ее нет? Никто не защищает права психических больных людей? Защищают люди, добровольцы, помощники, волонтеры, общественные организации, огромное количество людей, ну как огромное, много людей, кто помогает. Но это в частном порядке, если им удается пробиться к этому человеку какими-то обходными путями, потому что это же часто не родственники, а родственников вообще сложно, даже родственников иногда не пускают. То есть по факту в законе написано, но этого нет. И плюс еще очень важный момент, который я хочу, который хочу обратить внимание, это служба должна быть независимой, потому что были попытки создания такой службы, сейчас не буду говорить детали, это не имеет значения, как бы при государстве, знаете, чтобы были вот там при больницах, там те же самые какие-то врачи. Нет, она должна быть независимой, это должны быть люди, которые не заинтересованы, у которых нет конфликта интересов, понимаете, потому что мы везде сталкиваемся с такой ситуацией, что один врач закрывает другого. Вот слава богу, что в данном случае вот у Филимоновой, по случаю Филимонова была ситуация, что сербский полностью отменил диагноз. Это очень хорошая практика, они действительно, там была комиссия, там был подход незаинтересованный, понимаете. И поэтому мы должны, для чего создать такую службу, чтобы четко было видно, что действительно правда, то решение, которое было принято или нет, оценивать факторы и иметь возможность человеку защищать себя. Но при этом должен быть обеспечен доступ этой службы, сотрудников службы в эти закрытые учреждения. Потому что темнота исчезает тогда, когда проливается свет. Как только эти факты обнародуются, становятся достоянием общественности, естественно, они исчезают. Вот к этому нам надо стремиться. Но я бы еще хотела, если позволите, акцентировать внимание на то, что действительно, благодаря действиям общественных организаций, такого рода случаи пресекаются. Но, к сожалению, есть у нас достаточно отдаленные места, где просто нет организаций общественных, да, или территориально они там не... Куда можно обратиться. Куда можно доехать. А кто-то не знает. Да, хорошо, если речь идет о центральном каких-то, о центральной России, о крупных городах, это да. Но ведь Россия очень большая страна. Но нарушений больше. Да, нарушений, наверное, везде одинаково. Но возможности повлиять на эту ситуацию только средствами и возможностями общественных организаций, этого недостаточно. Должен быть интерес со стороны государства сделать эту сферу прозрачной, доступной и возможной защищать права. Но при этом, Елена Валерьевна, вы уже сказали, что это достаточно сложная задача и очень много проблем внутри самой системы. Сейчас своим взглядом на ситуацию как раз изнутри готов поделиться психиатр-нарколог, бывший заведующий отделением реабилитации наркологической больницы города Москвы Александр Данилин. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Сенаторы думают над тем, как поправить закон, который должен гарантировать соблюдение прав человека при оказании психиатрической помощи. Изменит ли на ваш взгляд ситуацию новый документ? С моей точки зрения нет, не изменит. Это будут очень большое количество обсуждений, но они останутся совершенно бессмысленными. Потому что суть происходящего, к сожалению, не в том, что плохое или неверное или недостаточное законодательство. А то в том, что при современной концепции психиатрической помощи, внутренней, реально существующей, ни о каком соблюдении прав человека речи идти не может. И как бы ни менялся закон, пока не изменится сам подход этой псевдомедицинской службы, которая называется психиатрией, ничего не изменится. По той простой причине, что сегодня на самом деле мы имеем дело фактически, даже я бы не сказал, с медицинским. Мы имеем дело с психиатрическим геноцидом, но его основания лежат в диагностике и в терапии, которую предлагает современная психиатрия, а вовсе не в законодательстве. Что касается законодательства, то за исключением некоторых подзаконных актов, как то продление или замена понятия принудительная госпитализация, понятия недобровольная госпитализация, тут мне думается, что больше ничего менять не нужно. Нужно, чтобы этот закон заработал, а для этого нужно изменить, к сожалению, саму психиатрическую службу. Мне это пока не представляется возможным. А это правда, что вы убеждены, любой психиатрический диагноз можно оспорить? Несомненно. Дело в том, что психиатрический диагноз вообще – это система демагогии. Это мало кто понимает в наше время. На самом деле у нас существует только один диагноз. Вся психиатрия лечит исключительно от болезней, которые, с моей точки зрения, не существуют и которые называются шизофренией. Единый унифицированный диагноз на все случаи, начиная от детей двухлетнего возраста и кончая стариками 80-90 лет, сильно упрощают жизнь психиатрам и позволяют в любом случае назначать токсическую терапию нейролептики, в первую очередь нейролептики, которые, в общем, способны навсегда деформировать психическую жизнь человека нормальную. И я считаю, что сегодня, особенно в связи с безграмотностью родителей, сегодня мы напрямую имеем дело с геноцидом, когда ребята, немного отличающиеся от основной массы, получают психиатрические диагнозы и пожизненное лечение психотропными препаратами. Мы уничтожаем молодое население, которого у нас и без того нет. А если обратиться к мировой практике психиатрии, в каких странах, по вашему мнению, система выстроена верно? Пожалуй, главным лидером такого рода деятельности является Италия. За ней следует Франция, которая изначально, как бы, модель психиатрии, принятая в этой стране, изначально была не шизофренологической. Хуже всех обстоят дела у нас и в США. Удивительно, но по разным причинам. Очень похоже. То есть, по вашим словам, в России врачам проще поставить диагноз шизофрения, чем тратить время на постановку правильного диагноза? Ну, проще говоря, если говорить просто, то так, да. Большое вам спасибо за то, что приняли участие в нашей программе. Ирина Валерьевна, а вот вы недавно встречались с профессиональным сообществом, как раз обсуждали эту тему. Вот мнение врачей, оно схоже с тем, которое мы услышали сейчас от нашего уважаемого доктора? Ну, к сожалению, очень пессимистичное мнение мы услышали. Я не скажу, что все разделяют это мнение. Но отчасти, конечно, да, звучали и такого рода предложения. В частности, было предложение о расширении спектра оказания психиатрических услуг коммерческими организациями. Там, где, ну, естественно, у пациента есть такая возможность, где есть возможность у его родственников, потому что это некая гарантия оказания более качественных услуг хотя бы в плане бытового обслуживания. Поднимался вопрос о квалификации врачей. Действительно, это очень остро звучит. Причем этот вопрос, он имеет достаточно глубокие корни. Еще на стадии подготовки студентов, когда они выбирают то или иное направление, каким образом сейчас ведется эта подготовка. Ну, в общем, достаточно глубоко мы тоже в эту проблему погружались. Но это все сопутствующее уже, да? Или это те базистые условия, из которых вот надо сейчас исходить. Но ключевой посыл все-таки — это изначально должна быть нацеленность и государства, и соответствующих учреждений, лечебных и правозащитных, на соблюдение прав каждого находящегося там человека. И очень внимательное отношение к истории, к судьбе каждого человека. Вот это должно. Для этого не нужны законы, наверное, юридические, да? Достаточно законов человеческих и божьих, которые нужно соблюдать. Но, к сожалению, пока их не соблюдают. Да, и, как говорит уважаемый доктор, к сожалению, ну, ситуация действительно как-то очень уж мрачно выглядит. Татьяна, вот по поводу подходов вообще в психиатрии, вы согласны с тем, что их нужно менять? Ну, вы сталкиваетесь, да, еженевно с обращениями. Вот, например, сейчас появился новый такой, новый указ Минздрава о том, что детей с двухлетнего возраста нужно тестировать, ну, не детей, а их родителей, конечно же, дабы поставить им изначально, как можно раньше правильный диагноз, да, и начать их лечить. Вот не опасно для этого. Да, инициатива касается детей от полутора до четырех лет, если же четко, да, приказ недавно выпущен Минздравом, и там какая ситуация, то есть просто проводится скрининг на основании данных родителей, то есть родители приходят, заполняют анкету, и терапевт буквально, то есть даже не психиатр, не невролог, терапевт просто берет и вам к психиатру, вам к неврологу. И вот Александр Геннадьевич конкретно говорит, да, что происходит геноцид детского населения, это правда, потому что гораздо больше детей с родителями можно на основании этого опросника отправить к психиатру, а 98% обращения к психиатру, это статистика мировая, это рецепт на психотропный препарат. Плохо, хорошо, я сейчас просто констатирую факт. И говорит о том, что повально родители, особенно необразованные родители, родители, которые не знают, может быть, альтернативы, они пойдут за этой волшебной таблеткой, не понимая, что она сделает еще хуже ребенку, потому что, не говоря о большом количестве побочных эффектов, есть просто детский возраст, есть просто истерики, есть просто обычные детские болезни, недостаток витаминов, минералов. Ну, я не буду сейчас уходить в другую сторону, но ситуация в том, что вроде бы, да, благое намерение, да, помочь детям, но каким способом? То есть подход через повальное тестирование родителей для направления детей к психиатру, это шок для многих людей будет, потому что их детей посадят на препараты. Ну, не всех, конечно, но большое количество детей. И это действительно врождение нации, потому что нация наркоманов, она психиатрических наркоманов, я сейчас говорю, потому что психотропные препараты относятся к категории наркотических веществ. Так все-таки в чем же выход? Все-таки менять ситуацию изнутри с помощью того закона, который уже есть, или создавать новый документ для того, чтобы кардинально что-то изменить? С моей точки зрения, не нужно вносить поправки в действующие законодательства, поправки, не нужно каких-то придумывать новых законов, менять его сильно. Необходимо обязательно создать службу защиты прав пациентов, то, о чем мы говорили здесь, и согласны это безусловно. И нужно менять подход. Когда любой человек, который обращается за психиатрической помощью, должен понимать последствия лечения, должен понимать методику, которая к нему применяется. Сейчас никакому, ни одному пациенту психиатров не проясняется последствия приема препаратов. Альтернативные способы лечения, исследования, потому что существует куча медицинских, альтернативных способов, как можно помочь человеку с той же самой депрессией, с какими-то проблемами у ребенка, с гиперактивностью и так далее. То есть не оставлять единственный выход, это положить человеку в психиатрическую больницу, либо дать ему рецепт. Нужно подходить, используя мировую практику, не зря мы говорим сейчас о других странах, где существует альтернатива, без того, чтобы подсаживать людей на препараты, делая их инвалидами и лишая их прав. Ирина Валерьевна, каково ваше мнение? Вы же выслушали за это время, что занимаетесь темой психиатрии, достаточно разные точки зрения. Да, ну поскольку я не доктор, не врач, а я юрист все-таки, я считаю, что каждый человек должен быть информирован, прежде всего, о своих правах. И когда ему навязывают, либо директивно предписывают способы лечения, еще что-то, он должен понимать, что он имеет право на выбор всегда. Право на выбор методики лечения, право на выбор учреждения, право на гласность, на открытость и так далее. В этой сфере мы говорим. Поэтому я считаю, что помимо правового просвещения, в принципе, которым мы очень активно занимаемся, на уровне Совета Федерации в регионах, надо включать и психиатрическое просвещение. И в том числе просвещение молодых родителей, о том, что да, если этот скрининг и они согласятся и будут проходить, то, по крайней мере, у них есть все возможные механизмы к защите прав собственных и прав собственных детей. По поводу дальнейших ваших планов в законодательной работе над законом о показании психиатрической помощи? Да, я считаю, что нам надо двигаться в этом направлении. Мы наметили уже себе определенный план. Мы хотим видеть действительно реальную картину и статистику. Если для этого нужно будет выехать в какие-то субъекты, естественно, мы попросим помощи у наших общественников, потому что они все активно согласились с нами сотрудничать. И я думаю, что через органы государственной власти, через законодательные органы субъектов мы тоже сможем охватить всю Россию в этом плане и получить полную картину. Нам важно понимать, где нарушается закон, почему он нарушается и каким образом можно на это повлиять и необходимо какие меры принимать. То есть эта тема остается в зоне вашего внимания? Безусловно. Ну что ж, я надеюсь на вашу совместную работу, Татьяна, мы тоже будем следить за этой ситуацией. Я надеюсь, что вы поделитесь своими предложениями, которые у вас есть. Уважаемые зрители, а если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться своим мнением о том, как защитить права человека при оказании психиатрической помощи в нашей стране, заходите на сайт нашего телеканала в интернете вместе с ДефицРФ.ТВ и на страницы в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова